Я хочу вам рассказать сегодня историю одну интересную. Я же все-таки смог себе оформить травматическое оружие ограниченного поражения. И если вдруг вам интересны видосы по этой тематике, хотя на Дзене я там выпустил несколько статей, они бомбанули аж на 50 тысяч дочитываний на одной и около 45 на второй. А их, правда, 5 написал, но остальные сейчас ребята читают. Так вот, какая мысль. Сижу я, значит, на одном маркетплейсе, смотрю, значит, информацию по всяким оружейным вопросам. И тут мне попадается на глаза рюмка, в которой в сердцевине от калаша сердечник. То есть пуля, которая как бы не смогла пробить стакан. И мне так это понравилось. Даже вот друзьям подарить, они стоят вообще недорого, эти бокальчики. И я даже хотел себе сначала заказать. А потом так посидел, подумал, а может быть можно сделать это самому. Короче, вот эти штучки, ну это называется пуля, вот это все называется патрон, а вот это называется пуля. Эти пули, они отдельно продаются вообще в оружейных магазинах для снабжения калибра 5,45 калаша. Также можно купить массогабаритную копию, видите, они обжатые. То есть они не способны использоваться в боевом оружии, но как модельные или там как тренировочные подходят. Их продают вот тоже везде, и цена за такой патрончик там рублей 30. А можно купить только пулю. Вот нам только пуля и нужна. Поэтому сегодня мы будем выдергивать этого из патрона. Внутри нет пороха уже, это патрон стрелянный, так что уважаемые там инспектора лицензионно-разрешительных отделов, не волнуйтесь. Это, ну они в принципе знают, что это учебные патроны, их может любить купить любой ребенок. Сейчас мы на основе вот такого вот бокальчика и вот такой вот пульки просто создадим искусственный вариант вот этого пробития. Я, честно говоря, вас долго не хочу мурыжить сегодня этой информацией. Я думаю, что за пять минут мы управимся. Сейчас мы пойдем на улицу, на улице холодно, но стакан нужно держать в тепле до последнего, пока вы горелку не включите. Вместо того, чтобы тыкать вот этой вот пулей вот в этот вот стакан, когда он накалится, берем простую крестовую отвертку. Вот они, два секрета, которые нужно просто знать. Сейчас я это прям сходу все сделаю, вы посмотрите, и мы это с вами в комментариях обсудим. А если вас по травмату все-таки интересует, вы скажите, я сниму прям видос. Покажу, что он пробивает, как он пробивает, съезжу на полигон, постреляю. Я думаю, это интересная тематика, особенно для ребят, которые имеют свой дом. Все-таки это как бы защита своего дома, правильно? В каком-то роде. Поэтому давайте я вам еще раз покажу эту игрушку. Вот так, чтобы не было серийного номера. Короче, вот такой вот травматик. Гроза 0,41. Обалденная вещь. Сразу для хейтеров, для тех, кто сейчас начнет говорить, что это не до пистолета и так далее, взял я его для того, чтобы практиковать свои навыки в точной стрельбе в основном. Ну и защита своего дома. Так, одеваемся, идем на улицу и начинаем. Начинаем, начинаем работать. Первым делом мы сейчас разберем вот такой вот калашский патрон. Ну, я вам о них уже говорил. Это безопасные совершенно патроны, которые не имеют никакого отношения к боевым сейчас. Они, видите, обжаты и никак не смогут использованы быть уже в деле. И нам из них нужно изъять вот эту вот сердцевинку. Вот эту вот сердцевинку. И ей мы будем работать. Есть варианты калибра 5,45, 7,62. Ну и можете гражданского оружия калибра тоже использовать. Это простые для ланкастеров. Вот эти более узнаваемые все-таки пули, которые использовались с советского времени, дошли до наших дней. Вот. И сейчас активно используются в новых автоматах новых поколений. Сейчас я его выдергиваю, выламываю аккуратненько патрончик. Делать это очень даже несложно. Смотрите. И три вещи, которые главные. Две вещи я вам уже рассказал, и одна будет сейчас сказана чуть позже. Что я делаю? Значит, я должен этот патрончик обернуть какой-нибудь мягкой тканюшкой. Вот этой, например. Вот. То есть не патрончик даже, а мне нужно обернуть сердечник сам. То есть саму пулю, то, с чем мы будем работать. Так, чтобы не повредить это плоскогубцами. И теперь плавными, такими движениями, мне нужно расшатать саму гильзу. О, я ее уже расшатал. Но нужно еще повыше. Сейчас я это сделаю. Вон Джексон у меня сидит на улице. Я его сегодня пускаю просто потому, что у него тут обед остывает. И сразу он захочет его съесть. А у меня такой парень ждать не любит. О, уже как зуб у младенца. Но вот эта пуля уже бы неровно летела, конечно. Будь она боевая, она бы уже делов натворила, видите. Все. Еще парочку движений. Помягче делаем. Раз. Два. Вот. И все, смотрите. Достаем. Вот. Неповрежденная. Как с завода. И остается у вас вот такая вот штучка для брелка. Кстати, из этого патрона я сделал себе брелок. Сейчас я вам его покажу. Если он у меня не в машине. То есть я просто купил эти охлощенные патроны. Высверлил. У него уже пробитый тыльник. Это капсуль. И свернул гвоздик колечком. Залил обоксистку. И вставил гвоздик. И вот с такой пулей я хожу на ключах уже, наверное, лет до 16-го года. Я в 16-м году эти патроны покупал под игру. Это моя война. Кстати, можете посмотреть. Если интересно, короче, есть. Это моя война. Город Биск. Страйкбольная игра. Там я несколько раз попадаюсь даже в кадре. И вот я брал эти патроны как сувениры. Мы хотели делать, что на них делать гравировку. Но лазер не взял. Ну, не суть. А, ну да. Все-таки он тоже может быть полезен. Если у вас есть лазерный гравировщик. На патронах не пробуйте. Ничего не получится. Ну, вы же меня понимаете, да? Я уже ведь заморался, что ли. О! Новый костюм уже ушатал. Кстати, братцы. Но я вам еще расскажу о костюме. Фирма Бродекс. Прикол в чем? Очень давно искал себе робу. И очень давно вы меня спрашивали, что я возьму себе из рабочей одежды. Так вот, нашел я одну фирму. Которая делает такие классные костюмы. Он костюм и для города, и для отдыха, и для рыбалки, и для охоты. И для всего. Короче, вот. Взял себе. Ну, еще тест будет. Покажу. Опять же, если интересно, пишите обзор. Так, начинаем мы вот с чего. Сейчас я буду сжечь стакан. А, да. Еще один секретик, который я вам не говорил. Сжечь стакан надо где-то... Сейчас, она разогреется. Где-то на расстоянии 15 сантиметров. Вот там самое хорошее пламя. Здесь самое жаркое. Вот видите, где вот заканчивается основное пламя? Вот здесь. Она самая теплая. И вот тут надо и сжечь. Сжечь будем где-то около минуты. Ну, в идеале до красного стекла. Но, наверное, поменьше. Вот. Бокальчик. Меня Женька, правда, за это убьет. Но это же мой бокал. Имею право. Пробуем. Продолжение следует... Теперь очень быстро Делаем хоп Смотрите, получилось. И теперь берем нашу пулю Памс И вот сюда сейчас вклеим. Видите? Так, еще момент, друзья. Остужать ни в коем случае Ни водой, ни дуть на него, ничего. Вот сделали дело Теперь аккуратненько положили И все И он так сам приготовится. А пулю вклеивать будем эпоксидной смолой. Вот. То есть туда просто эпоксидки Капельку И на следующий день все готово. Вот пуля 5,45 от Калаша И бокальчик. Видите, как получился? Стаканчик там сколько стоит? 50 рублей Небольшой пилет жены И у вас классный подарок Любому своему другу. Вот и все, братцы. Итак, друзья. Друзья мои, что мы имеем? Наковырял и сердечников Разных 5,45 7,62 Кстати, вот интересно 7,62 Как? 7,62 Вообще пушка пушечная Смотрите Вообще Вот она Она здесь родная Вот она Вот она Вот она Рыба моей мечты Представьте, раньше Вот таким калибром стреляли А сейчас стреляют Вот таким калибром Для тех, кто не знает Но единственное Что у меня Он немножко косячный Что я сейчас делаю? Я тогда беру Шуруповерт Вставляю в него Вот таким образом Видите, нет? Поехали Вот это Сердечник Курящего человека А это Сердечник Некурящего человека Смотри, дочь Это 5,45 А вот это 7,62 Вот он круче, да? Да, он лучше Какой красивее Все Вот его сейчас и вклеим Только осталось Вот эту часть Почистить Задник Задник свинцовый Вот этот Его уже я буду руками чистить Тут уже по-другому Сложно Да, вот Жалко, что 7,62 Дергали, когда Плоскогутцами повредились Повредили немного Ну а теперь дальше Все стандартно Берем Клей В идеале, конечно Эбоксидная смола Но у нас сейчас Таких возможностей нет Поэтому я беру Простой Клей Титан Вот Вот так Вот так И затвердели Или затвердили Как правильно И затвердили И затвердили Рано брызгал Горячая еще была Единственное, что получилось Что пуля немножко занижена То есть она пристреляла Снизу вверх Но это же первый опыт А в целом Прикольно Правда, как будто Не пробила Нравится? Ну да, очень Хочешь ты такой? Да Ну дарю, сын Спасибо Все, братцы Увидимся с вами буквально Через неделю Ну вот такой вот видосик небольшой До скорых встреч Ваше здоровье Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо